Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем хороших выходных. Ну а биткоин сидит на отметке 53 900 долларов. Поднимался на 64 000 и за несколько дней упал на 53. Огромный всплеск на объемах. Большие торговые объемы заходят в биткоины. Можете присоединиться к моему телеграм-чату. Там трейдеры общаются. Капитализация рынка 2 триллиона долларов. Посетителей на моем сайте 79 000. А это график биткоина. На 65 поднимался биткоин. Четкая двойная вершина. И затем стал падать. А там-то я, кстати, и продал. На 65. Всех предупредил и продал. И затем биткоин пошел вниз на 52 500 долларов. 20% падения. Или 25. Большие объемы заходят. Но очень сильное падение. С 65 на 52. Доминация биткоина 52%. Индекс страха и жадности по-прежнему в зоне страха. Ставка финансирования почти негативная. И биткоин 54 000. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И на рынке что? Покет плюс 6%. Тесла минус 8%. А, выходные же. Закрыт фондовый рынок. Но в пятницу было падение. Насдак 2,5%. Мета 3%. Гугл 4%. Нвидия, Тесла. Все там упало. Покет вчера вырос на 6%. Но остальное не выросло. Открываем биткоин. 53 900 долларов. Идем сразу на месячный. 23 дня остается еще. До закрытия месячной свечи. Стохастик направлен вниз. RSI тоже. Не очень хорошо. На недельном стахастик в перепроданности. И направлен вниз. Вниз идет стахастик. И RSI тоже. На недельном. Криптогрубот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, все еще держит сигнал на покупку, которую я отдал в феврале прошлого года. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу. В покупку пока не перевернулся. Скорее всего, трендовая линия, по которой биткоин вниз идет, на недельном. Вот смотрите. Поэтому, скорее всего, пойдет снова к этой трендовой. На уровень поддержки. Это 49 000 долларов. И 45 000. На этих уровнях у меня стоят две торговые идеи. Первая, зайти на 49 125 долларов. Риск 877 долларов. Заработать можно 57 700. Это в расчете на один биткоин без плеча. По второй риск 493 доллара. Заработать можно 63 000. В расчете на один биткоин. Вот две такие торговые идеи. Опустимся на дневное. Посмотрим, что в ближайшие дни будет происходить. Биткоин идет вниз. Четкий тренд. Нисходящий. Вниз. Ниже. И может пойдет еще ниже. На 46 000. Пытается удержаться. На текущем уровне. Но вот удержится или нет, это большой вопрос. Стохастик находится в перепроданности. Сквиз моментом все еще красный. Тем не менее. Тут была голова и плечи. Плечо, голова, плечо. И затем падаем. Сильная поддержка у биткоина на 49. Пытается удержаться на текущем уровне. Посмотрим, как там пойдет дело. Тут также нисходящий канал. Вроде как. Но давайте еще внимательнее. Только два касания на этой линии. Вот так проводим. Одно касание. Что-то типа тренда. И тут тоже несколько касаний. Можно провести линию. Нисходящий клин. Это моя торговая идея. На 49 и на 45. А тут нисходящий клин. На своих криптокурсах я рассказываю, что это означает. Нисходящий клин. Как он работает. Внутри создается давление. Давление. И выходим вверх. На расстояние, которое можно измерить по основанию. Цель получается 64 тысячи. Это было бы неплохо. Но низкие объемы. На выходных. Нужны хорошие объемы. Для роста. Чтобы биткоин вышел вверх из этого треугольника. И прошел на 64 тысячи. Что нам нужно увидеть. Это биткоин здесь удержался. Создается давление. И выходим вверх. Примерно 11 сентября. 12. 12 сентября. Две такие торговые идеи. На биткоине. Не забывайте о стоп-лоссах. Ставьте ниже 45 тысяч. Для полной безопасности. Я конечно не думаю, что биткоин упадет на 45 тысяч. Скорее всего удержится на 49. Если будет падать. Сейчас покажу вам свой торговый аккаунт на полмиллиона долларов. Но сначала напомню про полезные ссылки. Регистрируйтесь на Bybit. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. Уже не 30 тысяч 60. Самая любимая биржа у меня Bybit. Хорошая ликвидность. Низкие комиссии. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. Переходим теперь на Bybit. Здесь у меня 576 тысяч 400 долларов. На неделе. Что на неделе? 614 было. Ну а теперь 576. Сильное падение. Ну а по месяцу было 599. 564. 636. 639. И эти 50 тысяч я не фиксанул. Самый низ по месяцу был 564. Сейчас 576. Это плюс 10 тысяч по месяцу получается. Но тем не менее. Я заходил на 640 тысяч. И эту прибыль я не зафиксировал. К сожалению. Но я открыл крупные позиции. Вот смотрите на биткоине. Это где я продал биткоин. Всех предупредил и продал. На 65 тысяч долларов. Затем биткоин упал. Единственная проблема, что начал закупать слишком рано. 58. 57. 54. Нужно было просто подождать. Пока упадет на 54. Сейчас у меня сделка в минусе. На 25 тысяч. Размер этой позиции 430 тысяч. На самом-то деле падение небольшое. Просто размер позиции большой. И биткоин пытается... Я думаю, что будет еще одно большое падение. Пока закрытый ETF. Посмотрим. Но близко подошел к моей цене входа. Один там ордер у меня исполнился. На 54. И где-то там же биткоины пока что остается. Минус 25 тысяч. Это моя разбивка. По активам. Эфириум 7%. USDT 43%. 17% биткоина. 1.59 биткоина. MCRT 13%. Dogecoin 8%. Uniswap 8%. И Pocket 2%. Поэтому, даже если у меня провалился баланс, я накупил много крипты. Вот 1.6 биткоина. MCRT у меня много. На 67 тысяч. Doge на 44 тысячи. Uniswap на 43 300. Эфириум на 35 тысяч. Pocket на 11 тысяч. Плюс 6%. То есть, я набираю криптовалюту на этом падении. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Что вы там запрашиваете. Я был бы очень признателен, если бы ты рассказал, как ты расставляешь стоп-лоссы и тейк-профит. На какие уровни ориентируешься? Хорошо. Я-то уже много раз это показывал. И вы можете пройти мои курсы по криптотрейдингу. Но, например, если бы я открывал сделочку, от которой я только что показывал, на биткоине на 49 тысяч, стоп-лосс на 48 тысяч, тейк-профит на 104 тысячи. То есть, я захожу в лонг по цене 49 тысяч, например, на 1 биткоин. И выбирайте опцию, чтобы вы сразу видели, сколько вам будет стоить эта заявка. Будет показывать в долларах. Вот, например, я хочу купить по 49 тысяч на 10 тысяч долларов. И теперь я ставлю тейк-профит и стоп-лосс. Тейк-профит ставим на 104 тысячи. И ставлю стоп-лосс на 48. 247. 48. 247. Риск у меня получается 3 тысячи долларов. Это просто для примера. На 10 тысяч мы заходим. Риск 3 тысячи. А заработать можно 219 тысяч. Видите, да? Ожидаемые потери. Если сделка закроется по стоп-лоссу, 3 тысячи долларов. А если сделка закроется по тейк-профиту, то ожидаемая прибыль 219 тысяч. Затем просто нажимаем кнопку подтвердить. И все, и заявка отправлена. Но следите за ценой ликвидации. Чтобы она была ниже 48 тысяч. И напишите в комментариях, добавите ли мне еще в эту позицию на 54 тысячи. Пишите в комментариях свое мнение. Надеюсь, что я вам объяснил. Спасибо, Джеймс. Я так рад, что продал по 65. Благодаря тебе. Теперь я на 30% в кэше, чтобы затариваться в течение следующих нескольких недель. Отлично. Поздравляю всех, кто прислушался к моим предупреждениям. Мне нравится то, что Джеймс абсолютно откровенный. И в прибыли, и в убытках. Это вызывает доверие. Хороший трейдер. Спасибо. Дай сигнал, когда покупать альткоины. Такие как Кьюбик и Покет. Если вы видите, то я набираю. Вы помните, что я продал на 65 тысяч. Полностью вышел в USDT. И у меня там было 600... Чего там? 620 тысяч или 630. Баланс у меня просел с тех пор. Но... Это потому, что я как раз покупаю. Вот видите, вот смотрите, я уже... Давайте еще купим биткоина. Возьмем 0.2 битка. Возьмем по текущей цене. Добавили его до биткоина. 0.2. Это на 10 тысяч долларов примерно. Хорошо. Исполнено. Давайте еще. Биткоин добавили. 209 тысяч USDT. 1.79 биткоина. Теперь на 97 тысяч долларов. Давайте еще на 3 тысячи возьмем биткоина. Чтобы было уже ровно на сотку. На споте. На 3 тысячи долларов. И теперь смотрите, у меня 1.85 биткоина. Ровно на 100 тысяч долларов. MCRT на 67 тысяч. Доджкоин на 44. Юнисвап на 43 тысячи. И на 35 тысяч эфира. И я вот все это набираю. Но имейте в виду, что мы можем пойти еще ниже. Такое вполне вероятно. Но честно говоря, что слишком много я набрал биткоина. Учитывая то, что еще крупная позиция на деривативах. Что перебор. Нужно сократить позицию на споте. В биткоине. На случай, если все-таки пойдем ниже. Так, идем дальше на комментарии. Многие думают, что биткоин пойдет на 100 тысяч. То же самое было в ноябре 21 года, когда биткоин развернулся и в течение года шел вниз. Розничные трейдеры не зашли в этом бычьем цикле. Потому что у них денег нет. Вот в чем проблема. Это все деньги, биткоин и TF. Я думаю, что этот цикл уже закончен. Ты единственный блогер, которого я слушаю. Что насчет монеты Иглда? Щиткоин. Мусор. Говно. Я знаю, что они создавали хороший продукт в 2020-м. Но в последнее время я мало что о них слышал. Я люблю проекты, которые продолжают создавать продукты. Неважно, на бычьем рынке, на медвежьем. Придаешь ли ты значение касанию биткоина 50-недельному скользящему среднему? Вполне возможно. Маловероятно. Я не думаю, что биткоин пойдет ниже 45 тысяч. Там очень сильная поддержка. Будет очень сложно ее пробить. Еще раз напоминаю про полезные ссылки. Регистрируйтесь на Bybit, проходите курсы. Присоединяйтесь к телеграмму. Здесь трейдеры общаются, торгуют вместе. Делятся торговыми идеями. Советы, как избегать мошенников. Делятся чартами. Моя позиция после DCA. Кто-то зашел. Попкат. Я, честно говоря, не люблю мемкоины. Все эти токены, скорее всего, многие из них упадут и никогда не восстановятся. Они полностью умрут, имейте это в виду. И подписывайтесь на мой твиттер. 90 600 фолловеров. Это мое вчерашнее видео. Биткоин опал на 52 500. Министерство эффективности управления. Илон Маск снова твитит про доджкоин. Буквально 17 часов назад это сделал. Самый богатый человек в мире. Который запускает корабли на Марс. И он твитит про доджкоин. Самый богатый человек в мире. Я надеюсь, вы понимаете, что я пытаюсь сказать. И вы, как бы, чтобы... Давайте купим больше доджкоина. Слишком много биткоина у меня. Учитывая то, что еще сделка на деривативах. Додж к биткоину. Может быть, поменять одно на другое. А давайте тупо возьмем на 5 штук доджкоина. Ни хер заморачиваться. Возьмем на 5000. Еще на пятерик. Я на самом деле хочу сократить позицию в биткоине. Уж слишком я там увлекся. Перебор. Давайте продадим. То, что я только что взял. На 10 тысяч долларов. Поставим цену чуть повыше. На 10 тысяч долларов. Продаем. Короче говоря, продал биткоин. Купил доджкоин. Доджкоин у меня на 40... Сколько? На 44 тысячи. А еще заявка исполняется. Хорошо. Продаем биткоин. Покупаем доджкоин. С хер ли я поставил 2 ордера. На, по 5000 каждый. 2 ордера на доджкоине. Еще у меня будет больше доджкоина и меньше биткоина. И остается еще USDT. Ну что ж, на этом на сегодня все. Это прекрасно, кстати, что Илон Маск снова ответит про доджкоин. А вот посмотрите, какое великолепное животное. И вспомните о нем в следующий раз, когда будете советовать мне побриться. В общем, это мой твиттер. Всем желаю хороших выходных. Думайте только о том, что вы хотите, чтобы с вами произошло. Благодарите жизнь за те подарки, которые она вам делает. Всех люблю, обнимаю. Всем желаю хорошего дня. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...